Добрый день, меня зовут Екатерина, я приветствую вас на проекте Бесплатная школа видеоблогера и сегодня мы проведем аудит канала Ремонт и отделка, дадим несколько интересных и полезных советов владельцу канала Поэтому оставайтесь с нами, подробности через пару секунд Итак, начнем наш аудит Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это впечатление, первоначальное впечатление от канала Заходя на главную страницу, первое, что мы видим, это шапку И, к сожалению, шапка не очень четкая, информация в ней плохо читается Да, в ее названии есть название самого канала, то есть ремонт и отделка Написано, что это видеоуроки и в целом можно понять, о чем канал Но подобная информация про скайп, информация про имейл, номер телефона Все довольно-таки плохо видно И мой вам совет, не располагайте такую мелкую информацию в шапке Во-первых, ну вряд ли кто-то сядет и будет тот же имейл набирать из шапки Где он просто не крикабелен Гораздо лучше разместить все вот эти реквизиты Все способы, по которым с вами можно связаться В информации о канале, где это можно сделать в текстовом формате И это будет гораздо удобнее Далее возвращаемся на главную страницу Также хотелось бы поговорить и о значке канала Долго приходилось всматриваться, что именно на этом значке То есть, я так поняла, это рука в рабочей перчатке, которая ставит лайк Лучше бы было, если бы это было, допустим, более общее изображение Потому что на данный момент, ну правда, не совсем понятно, что здесь изображено Как это относится к тематике канала и так далее То есть, значок тоже нужно проработать И еще очень важный момент, это то, что на канале нет обложек Просто вставлены вот такие превьюшечки, стоп-кадры Кое-где есть названия, но они очень мелкие То есть, при поисковой выдаче они будут очень плохо читаться Если мы сравним с нашей бесплатной школой То здесь вы видите, что обложки яркие, в одном стиле И названия на них тоже очень яркие и очень хорошо читабельны То есть, человек, который ищет нужное ему видео Он очень быстро сориентируется и поймет, о чем это видео Что касается названий видео, то здесь в целом все понятно Превью канала, оно хорошо, что оно есть Оно довольно-таки небольшое, две минуты Конечно, лучше бы сделать его еще меньше Есть такой момент, когда мы запускаем это видео Название канала здесь отображается несколько раз С разными, так сказать, эффектами Но если честно, создалось такое впечатление Что владелец канала не может определить, что ему больше нравится И на самом деле, такая очень длинная открывашка Длиной в 13 секунд Ну вот прям мне хочется дальше смотреть, что же будет А я все еще вижу открывашку То есть, лучше ее сократить примерно до 5 секунд Так будет гораздо проще, гораздо ярче и интересней Что у нас дальше? Плейлисты Да, структура плейлистов Хотелось бы поговорить и об этом Есть два плейлиста с одинаковыми названиями Но там разные видео И на самом деле я не совсем понимаю Почему отделка ванной комнаты и туалеты и тут и там Куда бежать, что делать То есть, как-то нужно это изменить Как-то занести в один плейлист Либо разобрать по каким-то другим спецификам Объяснить, почему именно так Потому что я впервые на канале и я уже теряюсь Дальше это плейлисты Также, да, хотелось бы сказать про описание к плейлистам Они есть Это уже радует Но, насколько я помню, в каком-то плейлисте Были Было достаточно скудное описание По-моему, да В плейлисте Электрика довольно небольшое описание Понятно, что оно описывает суть того, что будет в этом плейлисте Но лучше его расписать Сделать подробнее И сделать как-то интереснее Это еще один способ, как вы можете оптимизировать свое видео То есть, с помощью текста Идем дальше Заходим в сами видео Это довольно-таки старое За четырнадцатый год Посмотрим что-то более новое Обратим внимание на теги видео По тегам в целом все довольно неплохо То есть, в основном они релевантны Конечно, такое вроде смешная бабушка Прикольная бабушка в канале О ремонте, наверное, не самый лучший выбор Также по многим тегам Канал занимает одни из, можно сказать, лидирующих позиций Это очень радует Но однословные теги, которые имеют мало отношения к тематике канала Лучше, конечно, не использовать Например, такой тег, как приколы Он, наверное, никак не поможет вам продвинуться выше в поиске И только отвлекает внимание И вряд ли здесь все видео именно про приколы Поэтому с тегами тоже нужно поработать Далее, да, сами видео выходят нерегулярно Если мы вернемся к списку видео То мы увидим, что 6 дней назад, неделю, неделю назад Потом 2 видео, которые вышли примерно 2 недели назад 4 видео, которые вышли месяц назад 3 видео 2 месяца назад И так далее, и тому подобное Видео лучше всего выпускать регулярно То есть ваши подписчики, они примерно должны знать, в какое время какое видео выйдет Они, скорее всего, его ждут Понятно, что тематика ремонт В этой тематике невозможно выпускать видео каждый день Потому что, ну, невозможно набрать столько материала Но, возможно, можно разбивать на несколько видео Либо обязательно выпускать видео раз в неделю И так далее Для этого вам необходимо будет составить контент-план В котором вы пропишите основные ключевые слова По которым будете двигаться Создадите сам план выхода роликов И так вам будет проще и легче развивать и продвигать ваш канал А также Видео здесь желательно добавить больше описания YouTube нам дает целых 5000 символов в описании Вы пользуетесь совсем немножко То есть сюда же можно добавить ключевые запросы Сюда же можно добавить более развернутое краткое описание о том О чем видео в целом Написать, заказать себе сюда хорошее описание как статью И дополнить это видео такой, ну, статьей, можно сказать Под видео Чем вы улучшите продвижение своего видео Оно будет выше выдачи и так далее Хорошо, что здесь вы указываете какие-то группы Вконтакте и так далее И так далее Откуда берете музыку, замечательно Но было бы гораздо лучше Если бы вы также сюда вставляли Кроме самого описания, кроме вот этих всех ссылок Вы также вставляли ссылки на похожие ролики То есть, допустим, у вас уже есть тоже какое-то забавное видео Либо какое-то видео подготовки к ремонту Либо еще что-то И люди, которые читают описание Им бы стало интересно И они бы прошли и еще больше остались Еще больше задержались на вашем канале Идем дальше Комментарии Да, к сожалению, я не увидела Какой-то работы с комментариями Какой-то ответов на эти комментарии Понятно, что у вас, возможно, нет времени отвечать Но на самом деле Подписчики очень хорошо относятся к тому Когда им отвечают То есть, они видят, что они вам не безразличны Есть какая-то обратная связь И так вы создаете определенное комьюнити на канале То есть, сообщество людей Которым интересно Интересно смотреть ваши ролики Интересно с вами общаться Они вам могут предлагать какие-то новые идеи И даже на какие-то Небольшие такие комментарии Вроде как Хочется посмотреть после ремонта Жду новое видео Стоит что-то ответить Вроде Спасибо за комментарии Оно обязательно будет Или что-то в этом роде Хотя бы минимальные такие Какие-то ответы Вроде Спасибо за комментарии В идеале они и должны быть Социальные сети Да, мы видим На главной странице На главной странице мы видим Ссылки в социальные сети И вот эта группа основная ВКонтакте Ремонт и отделка И здесь, к сожалению, нет даже Вот самих видео Просто превью на них И ссылка на YouTube Ну и поэтому, видимо, такая большая разбежка Что на канале у вас Почти 230 Даже больше, чем 230 тысяч подписчиков А на канале у YouTube Он не наберется и 10 тысяч Поэтому желательно лучше работать с этим каналом Потому что вы можете таким образом Тоже привлекать новых зрителей Новых подписчиков И развивать свой канал Причем Вы ставите просто ссылку на видео Но в идеале заливать само видео На платформу ВКонтакте Потому что ВКонтакте Это является Он является конкурентом YouTube Здесь будет прекрасно Если вы будете заливать Сами видео При этом они будут продвигаться И там, и там Вы будете развивать То есть одно видео Вы можете посеять Во все соцсети И ВКонтакте И в Фейсбуке И где только вы найдете Платформы и видеохостинги И одно и то же видео Может собирать Огромное количество просмотров По разным видеохостингам По разным соцсетям В целом Это все, что я хотела сказать Об этом канале На самом деле Общее впечатление О том, что это Очень полезный канал То есть мы можем смотреть По количеству подписчиков Что их немало Канал очень информативный Действительно Про ремонт рассказано Подробно Понятно И без Какой-то лишней суеты Лишних каких-то Непонятных терминов Или что-то подобное И даже я могу В этом разобраться И самый главный Я хотела бы дать Владельцу Шесть советов Подытожив это видео Это необходимо Изменить шапку и значок Проработать плейлисты Добавить обложки Проработать социальные сети И сеять в них видео Сделать более короткую заставку Меньше чем тринадцать секунд И чаще отвечать на комментарии И мой самый главный Такой бонус Совет Что сами видео Они информативные Но их упаковка Она не очень качественная То есть Какие-то подписи на них Еще что-то Конечные и начальные заставки Они сделаны На таком Можно сказать Любительском уровне Что немножко Портит впечатление От канала То есть Он такой Информативный Видеохорошее Но при этом Их желательно Лучше упаковать И Мой совет Владельцу канала Если у него Нет времени Нет возможности Ну и возможно Нет желания Заниматься вот такими мелочами То эту работу Вполне себе Можно За не очень большие деньги Отдать на аутсорс Нанять себе Менеджера канала Который и будет За всем этим следить Но если вы хотите Сами развивать Свой канал То приходите В нашу Бесплатную Школу Видеоблогеров Там есть Очень много Интересных И полезных Уроков Которые представлены Абсолютно Бесплатно Поэтому Подписывайтесь Ставьте лайки Если это видео Было вам интересно Если есть Какие-то вопросы Оставляйте их В комментарии И спасибо За просмотр Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok